всем привет сегодняшний урок будет посвящен такой теме как функция стал play на синтезаторе корк серии по продолжая тематику общего обзора который я делал ранее я уже там упоминал об этой функции говорил о том что это функция наиболее востребованная всеми любителями синтезатора корк на серии по почему потому что эта функция собственно говоря подразумевает собой режим работы синтезаторов так называемые самоиграть то есть когда мы нажимаем аккорд и синтезатор начинает нам проигрывать так называемую секвенцию набор из определенных инструментов с помощью которых мы можем меняя гармонию то бишь нажимая различные аккорды сыграть определенную композицию песню ну и так далее так далее о том хочу сказать сразу что данные уроки предназначены для людей которые либо мало знают об этом либо вообще не в этом не знают так для так называемых чайников то есть это начальный уровень человека который хочет постичь и узнать синтезатор корк серии по и так мы видим перед собой синтезатор корк в данном случае это по 900 и для того чтобы эта функция начала работу естественно нам нужно ее вызвать как это сделать у меня на панели вот в этом месте есть кнопка с названием стал play она может быть в других синтезаторах находиться где-то в другом месте здесь здесь еще где-нибудь это зависит от модели данной конкретного от конкретного синтезатора и так в моем случае она здесь я ее нажал об этом свидетельствует красная лампочка которая горит над кнопкой и на дисплее синтезатора в верхней части вот на голубом таком голубоватом фоне слева верху вот написано стал play то есть проигрыватель стиля для управления стилем существуют на панели синтезатора вот еще такие кнопки управляющие которые имеют определенное название как например вот intro variation вариация break и ending коротко об этих кнопках интро это вступление начало вариация ну само за себя говорит то есть вариации стиля далее break это ну так называемая сбивка пауза и эндинг эндинг это окончание либо кода в моем случае еще есть вот кнопочка она немножко отличается внешне она не прямоугольная круглая с названием автофил у некоторых синтезаторов есть отдельные кнопки с названием фил их может быть зависимости от модели синтезатора синтезатора 243 ну и так далее и так далее случае с синтезатором например корк по 900 либо по 600 кнопок отдельно фил нет есть только вот кнопка автофил я об этом расскажу чуть позже для чего и почему это нужно итак давайте перейдем как говорится от слов к делу функция стал play как я уже говорил эта функция которая превращает синтезатор в так называемой сайга сама играй то есть мы нажимаем кнопочку стал play синтезатор готов к воспроизведению далее мы выбираем вариацию путем нажатия кнопок и наблюдаем вот какая лампочка горит такой значит такой паттерн такой кусочек стиля нам и проиграется и тут два момента для начала проигрывания либо мы нажимаем аккорд определенный и затем нажимаем кнопку старт-стоп и начинается воспроизведение либо если мы хотим чтобы воспроизведение наше нашего стиля началось с момента как только мы прикасаемся к клавиатуре в этом случае существует кнопочка вспомогательная синхро старт синхро стоп мы нажимаем один раз в моем данном случае потому что есть отдельность две кнопочки отдельно синхро станд синхро старт отдельно синхро стоп моем случае это одна кнопка которая вызывает несколько функций одновременно я вызвал функцию синхро старт горит вернее мигает диодик который говорит о том что синтезатор готов и вот в этом случае теперь когда я нажму клавиатуру начнется воспроизведение стиля я буду использовать для примера стиль который не так давно написал на песню лиан роз это исполнительница из попсы восьмидесятых немножко про рекламировал себя ну и так начнем нажимаем слушаем итак вы слышали что звучал стиль и я менял аккорды вы слышали о том что меняется гармония так звучит вариации номер один вызову вариацию номер два прослушаем ее прозвучала вариации номер два и в конце я использовал сбивку для более симпатичного завершения теперь смотрите что как можно управлять стилем который имеет как я уже говорил вступление разного рода вариации и в моем случае я вызываю сбивку путем нажатия на кнопочку вариацию с включенной кнопочкой автофил в таком случае у меня вызывается сбивка фил давайте начнем как бы по порядку то есть я включу вариацию первую для воспроизведения затем я буду их менять вы наблюдаете пожалуйста за моими действиями и слушайте что какие изменения происходят в звуке но предварительно я перед тем как начать воспроизведение я нажму начале вариацию 1 а затем кнопочку интро 2 для чего в этом случае у меня в начале проиграет вступление под номером 2 вот мы видим горит красная лампа вариация номер один если вы видите вот она кнопочка начала мигать это говорит о том что в данном случае синтезатор готов проиграть мне вступление под номером 2 а затем автоматически перейти на вариацию номер один давайте посмотрим послушаем и посмотрим как происходит то о чем я сказал ранее и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Причем наверняка вы должны были заметить тот факт, что когда я менял вариации, нажимал эти кнопки, перед тем как перейти с одной на другую, звучала так называемая сбивка. Почему так происходит? Потому что в моем случае у меня активирована функция автофил, то есть сбивка происходит автоматически в зависимости от того, на какой вариации я нахожусь и на какую вариацию я делаю переход. В зависимости от этого проигрывает та или иная сбивка. В случае, когда у вас есть отдельные кнопки фил, вы можете использовать их. Но для этого вам нужно будет вначале нажать кнопочку фил, то есть для того, чтобы проиграла сбивка и затем ту вариацию, на которую хотите перейти. Если вы хотите вызвать сбивку на синтезаторе, например, KORG PA600 или KORG PA900, то есть там, где нет отдельно кнопочки фил, а есть только автофил, В этом случае вам нужно нажать одновременно на кнопочку автофил, причем неважно, активирована она или нет, просто необходимо нажать одновременно на кнопку автофил и на кнопку вариации под тем номером, под которым вы хотите, чтобы проиграла сбивка. Давайте это сейчас практически послушаем, посмотрим. Вот, допустим, у меня сейчас будет звучать, мы на примере барабанов это рассмотрим, у меня будет сейчас работать барабанная дорожка, я замутировал все остальное, будет работать барабанная дорожка первой вариации и включена кнопка автофил, слушаем. И теперь, если мне нужно вызвать конкретную сбивку, я буду нажимать кнопку автофил и номер той сбивки, которая мне нужна. То есть, например, у меня будет работать барабан первой вариации, а сбивка прозвучала под номером три, потому что я нажал кнопочку автофил и кнопочку номер три, вот так одновременно, и прозвучала сбивка. А сбивка первой вариации звучит иначе. А еще раз послушаем сбивку номер три при включенной первой вариации. То есть, вы обратили внимание, что они разные. Итак, еще раз закрепим. Для того, чтобы вызвать конкретную сбивку, нам необходимо нажать одновременно на кнопочку автофил и на ту кнопку сбивку, под номером которой мы хотим вызвать. Если нам достаточно режима автосбивки, то есть просто использовать ту сбивку, которая привязана к той или иной вариации, мы нажимаем просто на необходимую вариацию, на которую мы хотим перейти. Сбивка проиграется автоматически в зависимости от того, с какой вариацией мы переходим. То есть, если мы работаем на первой вариации, переходим на третью, прозвучит сбивка номер один. Если мы работаем на третьей, переходим на вторую, прозвучит сбивка под номером три. Еще есть такая функция у корга, когда можно сбивку проиграть полностью, можно проиграть ее с любой доли. Это немного позже мы об этом поговорим. Это будет касаться урока по написанию стиля, причем более углубленного, не того, который я уже выкладывал на канале. Продолжим. Значит, мы рассмотрели, в принципе, как работает стиль, что меняется, как можно переходить из вариации в вариацию, но в этом случае стиль сам по себе не всегда пригоден. Существует еще возможность, меняя аккорды левой рукой, правой рукой наигрывать какую-то мелодию. У нас клавиатура имеет разделение для так называемой левой и правой руки. Я говорил о том, что об этом в предыдущем уроке, повторюсь еще сейчас. Значит, мы можем разделить клавиатуру для использования левой и правой руки. И точка разбиения клавиатуры – это та или иная клавиша, причем есть у корга возможность. Эту точку, эту клавишу граничную, которая разделяет клавиатуру, ее можно назначить на любую необходимую клавишу. Для того, чтобы сделать такое разделение, эта функция разделения называется сплит. Нам нужно на нашем дисплее найти, вот внизу здесь такие закладочки, нужно найти закладочку сплит, нажать на нее, вызвать вот такую менюшку. И здесь, вот в данном случае у меня, у меня здесь стоит обозначение, что у меня разделение клавиатуры происходит на клавиши Fa-диез третьей октавы. Это вот эта клавиша. То есть от нее влево у меня работает левая рука, от нее вправо работает правая рука. Вот, давайте послушаем, как это происходит. Вот. И вот такая история. И теперь я вам продемонстрирую, как может звучать синтезатор, когда мы будем использовать обе руки с разделенной клавиатурой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В данном случае у меня, допустим, в этом стиле вот четыре инструмента, как я уже говорил, так называемые STS. Это запрограммированная заранее и привязанная к стилю набор инструментов. Вот, если мы вызовем STS-1. В данном случае у меня здесь набор из трех инструментов. STS-2 так же, STS-3 так же и STS-4 так же. То есть максимально. Почему не один, почему три? Ну, это просто придает правой руке, так скажем, звуку, там, когда я нажимаю ту или иную ноту, либо аккорд правой руки, это придает массивность, обширность и так далее. То есть, например, если я вот замутирую и оставлю только один, вот как будет он звучать. И вот я подключу теперь еще остальные. Вот, таким образом мы можем левой рукой, меняя гармонию ту или иную, на правой руке вести мелодию, либо подыгрывать каким-то фоновым еще инструментом. Собственно говоря, если коротко и в общих чертах, без каких-то глубоких нюансов, которые могут касаться функции столплей, то бишь воспроизведения стиля, мы сегодня все рассмотрели. Конечно, для того, чтобы и играть какую-то композицию, и нажимать кнопки, для того, чтобы переходить с одной вариацией на другую, делать сбивки и так далее, и так далее, необходимо определенного рода умения. Ну, чаще всего это достигается просто практикой, то есть вы садитесь за инструмент, нажимаете, пробуете, играете свою композицию. При этом вы должны успевать, нажимая аккорды, нажимать еще какие-то кнопки, понять принцип, когда и почему, и что происходит после каждого вашего нажатия. Это невозможно говорить об этом определенно, это ни в каких учебниках, нигде не пишется, этому не учится, это только практика. Чем больше вы проводите время, времени за инструментом, тем больше у вас получается, тем лучше вы начинаете использовать синтезатор, как тот инструмент, ради которого вы, собственно говоря, его и приобрели. Ну, на этом будем считать урок закончен, я думаю, что цель достигнута, и минимальные знания, которые были необходимы для этого, мы сегодня все получили. Всем спасибо, всем пока.